С нами на связи Максим Вихров, аналитик Центра стратегических коммуникаций информационной безопасности. Приветствуем вас, Максим, рады видеть. Приветствуем. Максим, а скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, давайте так, если мы говорим о том, как в целом мир, да, смотрел на то, что происходит, связанное с Российской Федерацией, да, с ее выпадами, с ее пропагандой, с ее военными действиями, провокациями и так далее, и так далее. И то, что сейчас происходит. Как вы считаете, а не утратила ли российская пропаганда, давайте так, свою эффективность в донесении не только своим зрителям и гражданам, да, той правды, которую она хотела бы видеть, но и в целом всего мира? Как это воспринималось ранее и как это, по-вашему, воспринимается сейчас? Ну, во-первых, следует, можно уже сейчас утверждать, что российская пропаганде приходится приспосабливаться, потому что в начале полномасштабного вторжения в Украину Россия пыталась убедить мир в том, что Украина – это несостоявшееся государство, что это фашистское государство и так далее, и полностью легитимизировать вот этот вот запланированный путинский блицкрих. Но на самом деле уже в 1922 году стало понятно, что мир не воспринимает эту ложь, и точно так же эту ложь, прямую ложь, не воспринимают украинцы, которые не встречают оккупантов с хлебом и солью, не считают себя русскими и не считают русских освободителями, а оказывают отчаянное сопротивление. И поэтому российской пропаганде пришлось изменить стратегию. Сейчас, если мы говорим об Украине, то основные усилия российских пропагандистов и спецслужб направлены на расшатывание Украины через спекуляции, манипуляции внутренними проблемами нашей страны, реальными или вымышленными. Точно так же она работает и на Западе. С одной стороны, конечно, они пытаются убедить в том, что Украина тотально коррумпированная, нарушает права человека, вынашивает какие-то планы эскалации и так далее. А с другой стороны, все больше акцент переносится на раскачивание, прежде всего, западных стран изнутри. Например, активно очень работает российская пропаганда в Соединенных Штатах, которые выходят на финишную прямую перед выборами. И, соответственно, Россия делает все, что в ее силах, чтобы раскачать американское общество и погрузить его в хаос. Потому что, если им это удастся, то, соответственно, поддержка Украины ослабеет. И точно так же они работают в других странах. Просто проблема России в том, что все больше в мире убеждаются, что все нарративы, которые продвигает Кремль, или которые как-то рифмуются с позиции Кремля, они являются заведомо лживыми. Поэтому российской пропаганде приходится искать разных прокси и делать все, чтобы доносить свои нарративы уже опосредованно, скрывая свой собственный след. А скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о том, каковы сейчас задачи ставить пропаганда по отношению к внутренним зрителям, да? Максим, вот как вы считаете, это как бы воспринимается так, как и было? Да, но мы же даже мемные эти истории, да? Там мир в труху, Вашингтон радиоактивный пепель, мальчики в трусиках православные. Их там, что там делают уже, я не помню, что ему делали, боже мой? А, как Христа распяли, вот точно, как Христа распяли там. Михалков выходит, ересь просто полнейшую несет, да? Киселевы, вот эти все, ну, упыри по сути, которые там сейчас сидят, да? И людям за их же деньги рассказывают, извините, пожалуйста, туфту, вешают лапшу на уши, да? Имея деньги за рубежом, виллы за рубежом, да? И так далее, и так далее. И своих детей также обучают где-то за рубежом. Скажите, а вот по Вашему мнению, да, это не вызывает у зрителей голубых экранов российских, но каких-то хоть немного острых вопросов по поводу того, а что же они видят с экранов, и за какие деньги, да, себе та же Симонян со своим муженькой, да, покупает за миллионы рублей квартиры и апартаменты? Ну, российское общество, оно глубоко отличается от нашего, и, скорее всего, там у них как-то другое восприятие всех перечисленных вами вопросов, там той же самой коррупции, там целевого или нецелевого использования бюджетных средств, но в целом, конечно, пропаганда российская, она берет не сколько качеством, сколько количеством и своей тотальностью. Потому что на самом деле задача Кремля не в том, чтобы убедить российского зрителя в том, что вот всё именно так, как говорят по телевизору, по официальным каналам у того же Соловьёва или Киселёва, задача показать, что в принципе правды не существует, что всё в мире относительно, что нет никакого международного права, нет никаких правил, нет хороших и плохих, есть просто право силы, и мир — это хаос. И в таком случае человек просто становится пассивным, он уже не знает, где хорошо, где плохо, потому что его в чём убеждают? Его убеждают не в том, что Путин, например, не строит себе дворцы, а его убеждают в том, что дворцы есть у всех, и у Байдена, и у Зеленского, и у Шольца, и так далее, и тому подобное. Там россиянам не доказывают, что, например, Путин — это образцовый семьянин в духе вот этих вот так называемых традиционных ценностей. И они убеждают россиян в том, что там на Западе все элиты — это какие-то педофилы, сатанисты, и вот такова норма, такова норма жизни, так везде, нигде не лучше, везде только хуже. И поэтому россиянин, он в принципе, если он подвержен пропаганде, он в принципе уже не знает, против чего протестовать. Ну какая разница? Этот в бункере сидит, непонятно как живёт, непонятно... — Сим, этот же свой, понимаете? И не сатанист. Вышел представитель, уже патриарх, вот этот, как его там, Кирилл Гундяев, и рассказал о том, что не вот этого любим, этого не, а все там вот эти плохиши, отступники, отступники. — В этом же и суть российской пропаганды. Точно так же, вот для чего, например, вот эти приёмы используются, как вот у Соловьёва, когда все собираются и орут, они орут какую-то чушь. — Абсолютно. — Которую, если, в принципе, записать или просто так фактологически воспроизвести, вспомнить, ну это ж бред. — Это мягко говоря, Максим, это мягко говоря. — Но эта механика накрута. Накрута ненависть и определённых эмоций. Все чего-то орут, все говорят какую-то дичь. То есть, главная задача этого приёма — это показать людям, что говорить о ядерной трухе, о бомбах ядерных на Киев, на Брюссель — это нормально. И что это не дикость, против которой надо срочно протестовать и что-то с этим делать, а что, ну да, вот такая граница приемлемости. То есть, снизить порог восприятия реальности, исказить саму матрицу восприятия реальности. То есть, где нормально, где ненормально, где норма, где патология, где преступления, а где, ну чё, так все делают. Вот. И вот это, оно не очевидное на самом деле действие пропаганды, но она, к сожалению, она работает. И, по крайней мере, мы не видим сейчас никаких позитивных изменений в российском обществе. Но имеется в виду не настроение, а какие-то действия. В 22-м году ожидали, что россияне, может быть, как-то будут протестовать, но всё закончилось. Вот. И поэтому вот в этом-то и опасность российской пропаганды не в том, что у неё сильные аргументы, а в том, что она действует как бы через обходным путём, через чёрный ход забирается вот в мозги к людям и начинает извращать их восприятие мира на фундаментальном уровне. Далее, Максим, я хотел бы, чтобы мы с вами поговорили, а что способно как-то, давайте так, если не нивелировать полностью, да, вот эту историю с пропагандой, поскольку, ну, мы абсолютно не уменьшаем её значение. Да, ну, по сути, у Путина получилось. Ну, у пропагандистов получилось. Мы должны констатировать, что вот эта машина, работающая на сотни миллиардов рублей, да, это минимум. Это то, что мы знаем цифры вот эти общие, заложенные в бюджете. Ну, она реально работает. Давайте как раз о ценовом вопросе как раз немного и поговорим. 2,6 миллиарда рублей, получается. 2 миллиарда 600 миллионов или около 27 миллионов долларов, это, смотрите, только за неделю. По сути, если мы так, да, разделим, планирует тратить Россия на пропаганду в 2025-м. Да, если мы говорим о проекте бюджета, то получается, что на финансирование государственных телеканалов, в СМИ, интернет-издании предусмотрена вот эта рекордная сумма более 137 миллиардов рублей, пишет The Moscow Times. Ну, и в целом расходы на пропаганду, если мы берём процентные исчисления, увеличат на 13 процентных пунктов. Их общий объём превысит годовые бюджеты некоторых российских регионов. Вот в этом-то и весь цимис. Например, Пермского края, Калининградской и Тамбовской областей деньги пойдут на содержание главных рупоров Кремля. Мы уже говорили об этом, это Первый канал, Раштуде, НТВ, Комсомольская правда и другие одиозные пропагандистские СМИ. И знаете, вот если мы говорим об определённом запросе, Максим, то меня всегда вот интересовало. Мы же помним, как пропаганда обрабатывала разные не очень приятные вещи, да, для, в целом, для кремлёвского режима, для путинского режима. Да, по сути, вот мы видели Курскую область, когда они за деньги налогоплательщиков, если есть такая категория людей в целом, в понимании российских граждан, за их же деньги им рассказывали, что, ну, там, Курская область, ну, там, не стоит обращать внимания. У нас регионов ещё много и, в принципе, не так велика проблема. Ещё вот мне вспомнилось, помните, большой потоп в Оренбургской области, да, когда вот Дамба, ребята, напомним, Дамба, Дамба строилась сколько там, миллиард или полтора миллиарда рублей. Потом приехал чиновник Минстроя, что там у них за министерство, и сказал, да не стоит этот земляной вал стоимостью полтора миллиарда рублей, не соответствует, скажем так, планируемым издержкам на то, чтобы действительно вот эту большую воду закрыть от жителей вот этого региона, соответственно. Да, спасибо вам, нашли кадры, ребят, благодаря. Вот смотрите, полтора миллиарда, два с половиной миллиарда рублей в неделю. Это сколько бы Дамбы можно было построить, чтобы у людей не было вот этого горя, вот этой беды. Но, наверное, лучше смотреть телек и слушать ту лапшу, которую им вешают с голубых экранов, чем реально задавать чиновникам на местах какие-то вопросы. И вот тут у меня вопрос к вам, Максим. Как вы считаете, подобные вещи способны взбудоражить хоть какой-то запрос к каким-то изменениям там? Или аппарат репрессионный так настроен, что, в принципе, сейчас без каких-либо вариантов? Ну, здесь, конечно, сложно утверждать однозначно, потому что вопросы там протестов, недовольства и так далее, это не только про информацию, не только про пропаганду и так далее, а и про организационные возможности общества, самоорганизационные возможности. Потому что, ну, в Украине, например, гражданское общество, оно исторически, оно сильное. И именно поэтому мы могли в критические моменты там своей истории как-то влиять на политические процессы, собственно, задавать их тон и вектор. Ну, как было в 2004 году, как было в 2014 году и во многих других ситуациях. В России, конечно, гражданское общество, оно практически истреблено под корень, вот, и даже та оппозиция, которая сейчас там пытается как-то говорить от имени альтернативно мыслящих россиян из-за границы, ну, у них не очень получается даже видимость создавать. Это совершенно, ну, какой-то тупиковый проект. Но в любом случае любая пропаганда, она не действует бесконечно. Это как наркоз, действие которого рано или поздно заканчивается. Вот. Или, скажем так, действие лекарства, которому вот возрастает толерантность, оно перестает просто действовать. Потому что, ну, в определенные периоды российской пропагандии действительно удалось спровоцировать вот этот массовый психоз, антиукраинский, вот этот вот Z-истерию. Вот. Но теперь больше пропаганда действует именно как наркоз. То есть люди что-то смотрят, они не слишком задумываются о том, правда, неправда. Ну, везде все плохо, как я уже говорил, везде все одинаково. Ну, вот эти хоть наши, ну, а что теперь делать? Ну, начали воевать с НАТО, ну, надо же продолжать, потому что как же так? Вот. Там же геи и сатанисты. Ну, вот оно так, пассивная такая идет стратегия. И, кстати, очень показательно, что россиянам приходится все больше и больше поднимать вот эти выплаты тем, кто подписывает контракты и идет на СВО. Потому что мы не видим, на самом деле, потока, бесконечного потока добровольцев, которые рвутся, там, воевать с НАТО в Украине, как они это себе представляют. То есть Путину не удалось раскрутить пропагандистскую машину так, чтобы вот россияне там штурмовали военкоматы. Это очень показательный момент, на самом деле. Вот. И, то есть, российское общество уже выходит из состояния вот этой вот мобилизации внутренней больше в такой пассив, вот, фаталистический пассив. И насколько долго может эта фаза длиться, это уже зависит от многих обстоятельств, которые трудно предугадать. Прорыв какой-то там дамбы или где-то какие-то пожары, которые в России регулярно случаются, там выгорают целые селы, ничего страшного. Ну, это действительно для режима неприятные события, но переоценивать их масштаб нам, наверное, не следует. Потому что, ну, в России исторически существуют целые огромные регионы, которые живут в ужасных условиях, в хронической бедности, в вымирающие регионы. И никого это десятки лет не трогало и ничего нам не провоцировало. Никаких, скажем так, протестных движений не создало. Другой вопрос в том, что сколько еще времени есть у Путина до того, как в России начнутся какие-то более серьезные системные проблемы. Это уже как бы вопрос на будущее. И в конечном итоге вот эта вот пассивность, созданная пропагандой, пассивная стратегия, навязанная всем россиянам, она может сыграть и против режима Путина. Потому что в какой-то момент, когда наступит какой-то кризис и нужно будет режиму сплотить вокруг себя своих сторонников, то потом окажется так вот, как со стрелковым. Помните, когда его задержали и в его поддержку там вышло полтора человека и как бы они постояли на улице и разошлись. И он оказался никому не нужен, хотя у него вроде как огромная армия фанатов-почитателей, вот этих зетников сумасшедших, а оказалось, что их нигде нет. И вполне возможно в какой-то момент окажется так, что когда Путин, условно говоря, захочет, чтобы его верные путинцы, вот эти взращенные целыми поколениями, как-то поддержали, то окажется, что они никуда не пойдут, потому что их сама же путинская пропаганда приучила, что лучше сидеть на диване, кушать пельмешки и поменьше куда-то высовываться. Поэтому в этом смысле вот эта пропаганда, которую обрабатывает российское общество, она его ослабляет внутренне и разобщает, и делает его рыхлым. И, соответственно, менее стойким к серьезным вызовам. А эти вызовы рано или поздно, они наступят. Ссылка в описании.